А вот и наш обещанный гость, это Виктор Учеватов, директор Центра спортивной подготовки сборной команды Иркутской области. Болельщик хоккейного клуба «Ермак», он известен как популярный, известный хоккеист, игрок, вы именно слуху. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы начало 2014 года провели в Сочи, где занимались подготовкой, проведением Олимпиады. Расскажите, чем вы там занимались? Да, совершенно верно. Конец 2013-го, начало 2014-го я провел в Адлере, в Сочи, с целью подготовки и впоследствии проведения игр Олимпийских и также Паралимпийских. Подскажите, что именно входило в процесс подготовки, чем занимались, то есть как процесс этот был, насколько он был тяжелый, насколько увлекательный? Удалось ли посмотреть на соревнования или все время работали? Ну, он был и тяжелый, и увлекательный одновременно, да, хотелось бы сказать. Мы занимались достаточно таким обширным, обширный пласт работы у нас был, и такая зона ответственности очень большая была. То есть мы занимались подготовкой, да, мы занимались обеспечением, так сказать, раздевалок и общих хозяйственных нужд, которые нужны командам, когда они участвуют в таком масштабном турнире. Мы занимались размещением судейского корпуса, взаимодействием с Международной Федерацией Хоккея с представителями, я имею в виду. То есть весь конечный продукт, это вот как раз лежал на нас, непосредственно сама игра и все, что связано вокруг нее. То есть абсолютно все, и качество льда, и у нас ледовары были тоже со всей страны, с Питера, с Москвы, даже с Минска вот тоже взяли человека. Такое интересное слово ледовар, лед, рит, да? Как они это делали? Костюмки там, соль, перец, что? Нет, на самом деле это довольно-таки такой сложный процесс, потому что ту воду, которую используют, ее надо очистить. И сейчас практически все современные ледовые стадионы, которые используют лед для фигурного катания, для хоккея или для чего-то еще, они имеют систему очистки воды, в которой заливается лед. Ну и все, многие знают, почему ледовар, потому что лед заливают горячей водой, поэтому вот как это называется. Виктор, вы получили, безусловно, полезный опыт наверняка, но все-таки были ли какие-то сложности, с которыми вам пришлось столкнуться во время проведения, подготовки? У нас буквально за два месяца обнаружилось, что у нас не хватает электропитания, то есть тех мощностей, которые выведены в раздевалку, их не хватало для нуж команды. Вот, поэтому мы разработали там целую операцию по подведению дополнительных мощностей, для того, чтобы не убивало пробки и сушилась форма хоккеистов без всяких проблем. Вот, над этой проблемой мы бились, наверное, месяца два, с половиной даже, и закончили ее только в день, когда первая игра была. Вот, ну, помимо этого было много еще таких моментов, которые предстояло поломать голову для того, чтобы их решить. Ну, вот с нового года работали вообще без выходных, с утра до вечера практически, и, ну, не знаю, состояние назвать стрессом, не стрессом, но оно такое было, да. Это, так сказать, надо было сделать все, чтобы все прошло хорошо, и мы это делали. Говорят, есть какая-то история, связанная с раскладушкой. О чем речь? Да, раскладушки, ну, я использовал раскладушку для того, чтобы переночевать. Я жил на стадионе в одной из раздевалок в тренерской комнате, но, я не знаю, те, кто занимается, наверное, организацией хоккейных, и, да, и других, наверное, мероприятий, понимают, что такое, ну, допустим, вот у нас организуется одна игра в день. Там на протяжении, наверное, недели, когда были первые отборочные игры в группах, мы проводили по три игры в день. То есть на стадионе начинается все, как сказать, движение немножко загодя, то есть где-то в 8 утра заканчивается все после последней игры, которая заканчивалась где-то в районе 11, но после этого, там, пресс-конференции, на которой должны тренеры присутствовать, приводили вновь, так сказать, на следующий день готовность коробки самой, потому что бортовая система была амортизирующая, и после каждого игрового дня надо было ее восстанавливать, чтобы на картинке она смотрелась хорошо. Ну, это все примерно до часу ночи происходило, и поэтому ехать из парка в город и обратно не представляло никакого смысла. А как вы держались? Что вы ели? Что вы пили? То есть только кофе? Я не знаю, сколько дней вы в таком режиме? У вас висали ноги или голова с раскладывания? Ну, я бы не сказал, что физически это сильно, конечно же, тоже в том числе психологически, наверное, более, потому что мера, та степень ответственности, которая ложится на тебя, на организаторы, ну, если так вот даже все прекрасно помнят этот пресловутый эпизод, когда они засчитали шайбу, забитую в ворота американцев, потому что была сдвинута ворота, вот. Это тоже, как бы, наша зона ответственности была, но тут, к сожалению, для сборной России все было правильно, и по правилам международной организации, федерации, точнее, хоккея, ЧЕФ, ну, гол не был защитным. Вот, но, во всяком случае, это тоже для нас это был стресс, правильно, неправильно это все сделали, в итоге переживали, конечно же, но... Ну, по поводу результатов. Да, наверняка было горько не только с технической части, но и вообще, как вам, как хоккеист, то, что наши хоккеисты так бесславно совершили олимпийский турнир. Да, конечно, ну, бесславно, не бесславно, это уже судить болельщикам, да, я, как бы, за такие оценки, наверное, не берусь, не буду делать. Но, действительно, та атмосфера, которая была после этого поражения, она такая, да, так скажем, вот, следующая игра очень была интересная. Шведы играли с, не помню, то ли с американцами, то ли с канадцами, но такое ощущение было, что все, турнир закончился, олимпийские игры закончились, все, на трибунах пустота, в, так сказать, в нашем рабочем пространстве тоже некий такой вакуум эмоциональный, вот. Но потом, по мере приближения к финалу, конечно же, все равно атмосфера была такая достойная, и вот витало в воздухе что-то такое... Позитивное более. Позитивное, да, да, все-таки это олимпийские игры. Так, и спустя год, мы знаем, вас наградили медалью. Да. Это за проведение, ну, по сути, за проведение олимпийских игр. Никто иной, а сам... За участие, да, в организации проведения игр была вручена памятная медаль и грамота подписана президентом Российской Федерации Владимировичем. Так, вот, это она? А, нет, это не совсем она, это, это, это медаль, или как ее правильно назвать, жетон. Вручался работникам уркомитета штатным, да, который вот... Плесилая, как красиво. Плесилая. Плесилая. Наливная. Да, по завершению работы. То есть мне это вручили вместе с тем, как мне отдали мою трудовую книжку. То есть у вас не одна даже с олимпийских играми, да? Нет, не одна. С нами участвовал, медали получил. Все равно была. Ну, участвовал, но не как спортсмен, но как бы все равно. Кстати говоря, да, это был первый мой такой опыт, серьезный в плане организации, после того, как я завершил спортивную карьеру. И это было для меня интересно, потому что до этого я был немножко по одну сторону, да, а здесь я по другую сторону хоккейного турнира, то есть не принимаю, но участвую. Виктор, спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости. Было интересно с вами поговорить, узнать. Все-таки окунулись в атмосферу, наверное, олимпийских игр. Я очень хотела попасть, но, к сожалению, только у тебя без разговоров слышу, как там было. У нас был в гостях Виктор Учеватов. Это директор Центра спортивной подготовки сборных команд Иркутской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова